Ребят, всем привет! Делаю еще один обзор на еще одну резиденцию в Лондоне. Уже я делал один обзор на самую высокую резиденцию всей Великобритании. Одну из самых высоких в Европе и мире. И, кстати, это резиденция люкс-класса. Если вы не видели, то обязательно посмотрите. Очень интересно. Линк и ссылочка в описании к этому ролику. Я делаю еще одну резиденцию. Вы можете посмотреть, вы можете сравнить. Она, естественно, дешевле, она проще, чем та, что была раньше. Она не в районе в таком бизнес-центре с небоскребами. Но она тоже очень-очень неплохая и отличный вариант для студентов. Если вы планируете жить в Лондоне, ну и даже если вы не планируете жить в Лондоне, а просто вам интересно посмотреть, какого уровня общаги бывают за границей, то you're very welcome. Смотрим. Я вам показываю сначала свою комнату. После комнаты покажу, что здесь есть вообще. Здесь есть и спортзал, здесь есть и офигенная общая комната, и лондриш-мондри всякие. В общем, смотрим своими глазами, что такое зарубежное общежитие. Что важно для любого студента, помимо своей кровати, комнаты и хорошего ремонта в общаге? Конечно, это локация. Что есть в районе и насколько удобно добираться до университета. И работы, если вы подрабатываете. Прежде всего, район знаменит благодаря уличному рынку. Портабелла Роуд Маркет. Это оживленный еженедельный рынок, где можно купить уличную еду, сувениры и всякие винтажные предметы. Район является одним из самых известных и разнообразных в Лондоне. За это нужно сказать спасибо романтической комедии 99-го года, Ноттинг-Хилл с Джулией Робертс и Хью Грантом. Культовая рыночная площадь была увековечена в фильме. В 15 минутах ходьбы от резиденции находится маленькая Венеция. Да, друзья, в Лондоне есть своя Венеция. Это одна из, ну, уже не столь секретных жемчужин Лондона. Полная красочных плавучих домов, симпатичных кафе и постоянно бегающих и едущих на велосипедах местных жителей. Когда гуляешь по этому району, то узнаешь Лондон с другой стороны. Узнаешь его больше и глубже. Сюда не поедут поверхностные туристы, у которых главная цель при поездке в Лондон увидеть Биг Бенд, Лондон-Ай и Трафальгальскую площадь. Маленькая Венеция – это очаровательный и необычный район, расположенный в популярном жилом районе Мэйда-Вэйл на севере Лондона. Если вы окажетесь здесь как студент или как турист, я вам настоятельно рекомендую взять прогулку на лодке. Это практически обряд посвящения, который заслуживает места в вашем списке лучших занятий в Лондоне. Маленькая Венеция известна своими красивыми водными путями и неудивительно, что исследовать этот район на лодке просто необходимо. И, конечно, вода и сады идут рука об руку. Ванна. Точнее, душевая комната. Вот так это все дело выглядит. У всех общежитий они такие небольшие, компактные. И что классно, то что здесь есть не везде, есть в общагах. Это номер студия. Здесь есть кухня. И кухня очень и очень неплохая. И сюда можно вместить абсолютно все. Шкаф тоже достаточно большой. И плюс, если у вас есть какие-то чемоданы, вы это можете засунуть под кровать. Я, естественно, так не сделал. Я его просто бросил. И, в принципе, то есть по пространству комната достаточно неплохая. Вот эти вот кровати, это не метровая кровать, да, половинка такая, а это полуторка. То есть она где-то метр двадцать и достаточно большая. Окно, видите, от пола до потолка. Она у меня немножко запотела. И вот такой у меня вид. Вон поехал человек в розовой каске. Очень много велосипедистов здесь. Это дорога. Вот по вот этой дороге идти, значит, минуту, и у вас будет небольшой магазинчик типа Корнершопа, где продается всякая фигня. И также по этой же дороге вы дойдете до огромного супермаркета Сейнсберис, где можно купить абсолютно все. От подушек до йогуртов с какими-нибудь наполнителями. И окно, то есть полностью вентилируемая решетка, чтобы вы не выпрыгнули ни в коем случае, если вдруг у вас будет какая-нибудь депрессия. Ну, лететь недалеко, там внизу машина. И еще, как бы, хорошая вещь, то что я повесил свою майку сюда. Это батарея. И батарею вы можете сами регулировать, значит, тепло по своим ощущениям. Это классно, то есть это не общее, да, какая-то, где то жарко, то холодно. Это вот ваше личное, вы тут регулируете, хотите себе жару делайте, хотите себе холод делайте. И стол, да. Отличный стол для занятия, он не маленький, тоже где-то полтора метра. Наверху всякие полки, то есть, ну, расставить можно все, чего угодно. Вот эти двери, здесь нет прокладок. Из-за того, что сквозняк, они постоянно хлопают, как сумасшедшие. То есть, все закрывают двери вот эти, и стоит грохот. Вот слышите? Свет, кстати, видите, как по-модному я ничего не включал, он сам автоматически сразу же включился. Вот, из-за того, что нет прокладок в дверях, элементарная вещь, я не знаю, почему они не сделали. Когда студенты ходят туда-сюда, вот так вот двери закрывают, грохот стоит на всю Ивановскую. Сразу здесь стоит телек, весь четвертый можно погонять. Вот вечером приходишь сюда, сейчас утро, никого нет, естественно, все, спят. Настольный футбол здесь постоянно какой-то движ, собираются. И как в каворкинге, здесь тоже, значит, столы, библиотека, но, кстати, можно взять, почитать на разных языках. Здесь ребята делятся, кто-то оставляет книги, кстати, очень прикольно. Тоже мини-кухня, можно сделать какой-то чай. Вот здесь тоже, видите, такие барные стульчики, очень прикольные. Вот здесь вот это стеной, она открывается полностью, сейчас шторами закрыты. Там еще одна зона, которая типа для тусовок. То есть, если вы хотите организовать какой-то ивент, мероприятие, то это все можно сделать. Вот написано, какие мероприятия в ноябре, допустим, День беспокойства за стресс. Вот такая вот. Дивали какой-то, наверное, индийский. Хинду фестивал, ну да, что-то индийское. Ночь с маршмеллоу и горячим шоколадами. АСВ-воркшоп, то есть, как написать правильно резюме. Короче, это международный день студента, вот такой есть, понимаете. И Лэйзи Санды Бранч, это кухня ленивого воскресенья, вот что-то такое. То есть, наверное, скорее всего, все приносят что-то поесть. В общем, будут организованы разные там закуски, какие-то вкусности. Гуляя по району, вы будете проходить множество различных лужаек, небольших садиков. Одним из таких мест являются сады Рембрандта, которые проходят вдоль канала Гранд Юнион. Интересный факт, что изначально эти сады назывались Ворвекскими садами. Но они сменили свое имя после того, как Амстердам просто подарил тысячи тюльпанов Лондону. В районе находятся кафе и рестораны, которые вы просто обязаны посетить во время прогулки. Куинс 3 кафе. Кафушка окружена множеством растений и оформлена в деревенском стиле. Кафе Лавиль. Здесь на выбор предлагаются вкусные блюда среднеземноморской кухни и, конечно же, потрясающий вид на канал. Кафе у воды. Или ватерсайд кафе. Если вам нравится идея насладиться вкусным обедом прямо в лодке, то вам сюда. Но если вдруг внутри лодки не будет мест, то вы можете сесть снаружи. Сразу же здесь, пожалуйста, гладилка. Стоят внизу. Это все стиральные машины. А сверху это сушилки. Скачиваете приложение. Значит, приложение. Вот тут инструкции. Это везде вам предстоит читать. Миллион инструкций. Значит, скачиваете приложение. Вот оно. Сёркует называется. И дальше вот это все этапы, которые вам нужно будет делать. И, короче, вы скачали. Когда потом вы сканируете штрихот, вам показывают стиральную машинку. Номер. Списывается 3,60. Это на рубли. 360 рублей. И дальше вы это дело сначала постирали, потом посушили. За сушку 1,90. На самом деле я не вижу ничего сложного в организации вот такого вот общего пространства для студентов. Я не знаю. Я в России не встречал подобного уровня ни одной резиденции или общежития. Ребята, если вы знаете, поделитесь. Мне реально очень интересно. И, кстати, здесь все на карточках. То есть, мне, к примеру, надо выйти. Вот эта карточка, она и в моей комнате, она и в выходу. Отсюда сюда здесь непроходной двор. Здесь нет консьержки, но есть консьерж. Вот резиденция. Вот эти окна, где барные стулья стоят. Речка здесь. И, кстати, видите, как речка близко подходит к тротуару. Сразу же там мы можем видеть, что напротив стоят дома. И окна прям сразу же выходят в воду. То есть, по сути, можно из окна выйти и сразу в воду. Здесь метро от резиденции 10 минут пешком. А автобусы 3 минуты. Сеть автобусов в Лондоне очень круто развита. То есть, блин, я очень обожаю лондонские автобусы. Садишься наверх, катишься красиво. Все, ну, блин, очень прикольно. И, как вот в Амстердаме, здесь куча лодок. Видите? Все пришвартованные лодки. И в этих лодках люди живут. То есть, они реально живут. Они здесь могут жить год, два, три. И я общался с британцами одними в Ковентри. У меня тоже есть выпуск, кстати, про Ковентри. И с этими британцами как раз. Там они меня рассказывают. Вот они жили в такой лодке 8 лет. И здесь вся Англия соединена каналами. Они жили в этой лодке. И плавали по британским каналам на такой лодке. И вот моя резиденция. Вот, кстати, вот здесь дальше. Есть кафе. Вот написано сразу же. Breakfast, Lunch. Ну, конечно, понятно, что рядом студенты сразу же открыли кафушку. И очень круто, ребята. Как здесь строят? Сколько здесь много стилей разных? Вот это даже невозможно описать. Еще, что мне нравится, с чего я кайфую. Сейчас уже 17 ноября. То есть, через две недели декабрь. Люди в 8 утра. Вы сами видите, уже проехала куча велосипедов. Пробежало человек пять, наверное, бегунов. Пока вот я вот тут хожу, снимаю. То есть, очень спортивный город. Едет очень много велосипедистов. Очень много бегунов. Постоянно все бегают. В любое время. И в спортзал я зашел тоже утро. Казалось бы, очень много ребят тренируются. Вот опять едут велосипедисты. Два человека. Просто нон-стопом. Обзорчиком пока все. Мне надо ехать. Я сегодня снимаю две школы. Поэтому подписывайтесь. У меня выходят постоянные ролики про зарубежное образование. Про жизнь студентов за границу. Впереди нас ждет много всего интересного. Да, и кстати, если вы не знали, у меня есть тревел-канал. Егор Еремеев. Там я делаю именно обзоры на города, где могут учиться студенты. Там именно больше такой тревел-формат. Поэтому Егор Еремеев тоже подписывайтесь. Заходите, посмотрите. Субтитры подогнал «Симон»